Добрый день. Простите за то, что русский не так хорош, поэтому презентация будет у нас на английском. Мы знаем, что эта конкуренция посвящена безопасности, но безопасность это не только защита данных, в свою особенность, когда мы переходим в 21 веке. Да, и когда деньги у нас есть цифровые деньги, то это важно, кто контролирует деньги и кто контролирует информацию как таковую. И, может быть, из истории, у меня была другая другая другая, и она спросила, почему ты нуждешь, например, биткоин, потому что я могу платить все с кредитной картой и с биткоином. Однажды, когда у Мартина была подруга из Греции, она его спросила, почему, зачем мне деньги? Я же могу платить все кредитной картой, я могу платить все деньгами, зачем мне биткоин? И несколько месяцев назад, в Греции случился кризис, и деньги просто невозможно было получить ни в какой банке, буквально 80 евро в день, и все. Вот, собственно, о чем идет речь. Безопасность – это не только вопрос защиты информации, это вопрос того, кто все контролирует. В Украине у нас есть такая же проблема, когда деньги контролируются государством или банком. Когда деньги контролируются каким-то еще, это уже не ваши деньги. И, как это все работает, когда деньги в кармане, вы их контролируете. Но, когда вам нужно заплатить за что-то, например, через интернет, обычно по средникам есть банк, и деньги вы отдаете банку, в этом случае контролируют деньги уже банк. И, в этом случае, конечно же, банк, как компания, оказывающая услуги, может в любой момент сказать «стоп», деньги вы обратно не получите. А еще хуже, когда кто-то хочет получить ваши деньги, он не придет к вам, пойдет в банк и заберет ваши деньги из банка. И поэтому некоторые люди сказали, что биткоин – это не решение. Потому что биткоин – это децентрализованная валюта. Он контролирует по правилам. Вы можете использовать биткоины на телефоне. И, в теории, это может решить какие-то проблемы. И теоретически биткоины могли бы решить эту проблему, потому что это децентрализованная валюта. Банк уже становится ненужным. Но, в принципе, проблема остается все та же. Потому что банка уже нет, но есть компании, предоставляющие услуги по биткоинам. Да, и вы имеете ввиду, как раньше. Когда вы хотите использовать биткоины онлайн, вы всегда должны отправить их в веб-сайт-провидер. И проблема тоже, потому что, когда вы хотите использовать биткоины в онлайне, вам нужно их послать компании, предоставляющие их услуги. И в общем, в генерале, вопрос о том, как вы устанавливаете биткоины. Потому что, как обеспечить защиту биткоина. В первом случае, вы можете их хранить на своем компьютере. И это очень сложный, потому что они могут быть хранены от вашего компьютера, от хакера. Или, когда у вас есть веб-сайт онлайн, то они могут быть хранены от этого веб-сайта. А если вы их храните где-то на веб-сайте в онлайне, то они могут быть украдены и оттуда. Или вы можете иметь то же самое проблемы. Вы можете сказать, что я принял свои биткоины на бумаге, а потом вы имеете то же самое, что вы не можете их использовать онлайн. Конечно, вы можете их распечатать и положить кошелек, но в онлайн вы их уже не используете. Но в биткоине была внедрена технология, которая говорит, что уже не нужно отказываться от контроля за своими деньгами. Возможно создать технологию, где доступа не будет у администраторов сайтов. И где даже хакеры не смогут украсть ничего сайта, потому что у них не будет доступа к этим монетам. Фокус, собственно, заключается в мультиподписи. И это сравнительно с какого-то, как у нас есть какой-то аккаунт. И это подобно с какого-то нуклеер-миссай-лорджа, где президент и дефенс-министр нуждают два ключа, или два нуждают один ключ, чтобы оттенять этот миссай-лордж. Чтобы понять, как это действует, как будто у вас есть ядерное оружие, и доступ к нему можно получить только если оба, и президент, и министр обороны, используют свои ключи для того, чтобы запустить эту ядерную ракету. На практике это делается следующим образом. Пользователь производит ключ, генерирует ключ, и также ключ генерируется компанией, предоставляющей услуги. И ключ пользователя может быть генерируется прямо в браузере, так что пользователь может видеть, что это происходит. Или хакер. И даже если компетент сервер был компромис, это не возможно, чтобы оттенять денег от этого, потому что даже хакер не может открепить ключ. И даже если ключ попадет куда-нибудь к хакеру, или недобросовестному администратору сайта, даже если сервер подвергнется угрозе, все равно никто не сможет им воспользоваться этим ключом, потому что он уже будет зашифрован. И я не хочу перейти на технические детали, потому что время очень ограничено. Но, чтобы подвести быстрый итог, у вас есть один адрес Биткоина. И вы берете несколько адресов. Мы берем их несколько. В этот момент можно, собственно, выяснить, сколько именно таких адресов вы хотели бы иметь. И тогда транзакция может только быть приглашена. Вы можете создать различные комбинации адресов, и вы можете списать, как много привычных ключей вы потребляете, чтобы потратить Биткоины с этого адреса. Вы можете, например, сказать, у меня есть компания, в компании работает 100 человек, и каждый из этих 100 человек должен указать свой ключ и подписать для того, чтобы запустить транзакцию и потратить Биткоины. Вы можете сделать это с любым комбинацией. Вы можете демонтировать только 51 человек или только 1 человек. Комбинация может быть разной. Это может быть 51 человек из 100, это может быть 1 человек из 100. На ваше осмотрение. И, конечно, когда вы имеете в виду такой сервис, вы видите, конечно, риск, что личный компьютер будет компромисс. Конечно, в этой ситуации, даже если вы внедрили эту технологию, все равно личный компьютер может быть подтвержден угрозе. И это может быть решено с двухфакторной аутентификацией. Эта проблема может быть решена методом двухфакторной аутентификации. Например, когда вы должны подтверждить транзакцию на своем телефоне, потому что это невероятно, что хакер имеет доступ к вашему компьютеру и к вашему телефону в том же время. Когда вам нужно подтверждить транзакцию не только при помощи компьютера, но и при помощи мобильного устройства, потому что достаточно невероятно кажется, что хакер получил доступ и к компьютеру, и к мобильному устройству. И, конечно, есть еще третий риск. Потому что, конечно, нужно также веб-сайт чтобы существовать для этого второго ключа. потому что необходимо чтобы существовал веб-сайт, который поставит вторую подпись, второй ключ. И вопрос, собственно, в том, что же произойдет, если исчезнет этот веб-сайт. И благодаря этой технологии есть возможность вытащить биткоины даже с того сайта, который уже окончил свое существование. есть так называемый временной замок транзакция временного замка. Есть так называемый временной замок который может быть в будущем. У вас есть два ключа, вам нужны две подписи, чтобы подписать транзакцию. И компания предоставляющая услуги она может предварительно подписать эту транзакцию без запуска ее. она может быть подписана заранее и быть отправлена на какой-то специальный запасной адрес. И даже если веб-сайт полностью уходит в офлайн, эта транзакция уже предварительно подписана. И потом вы получите копию вашего указательного веб-сайта и вы просто берете копию своего зашифрованного личного ключа. И вы просто берете копию своего зашифрованного личного ключа. И вы можете забрать эти деньги даже если веб-сайт не функционирует. И также, конечно, вопрос Вопрос, конечно, в том, что же могло произойти с веб-сайтом. Потому что в основном это централизованные сервисы и все биткоины находятся в одном центральном кошельке. И когда этот сервис исчезает, любой хакер или злонамеренные люди могут обратиться к этому централизованному сервису. Можно, конечно же, делать децентрализованный сервис, когда один человек хранит биткоины под своим контролем. Банковский счет – это точно такая личная вещь, у каждого есть свой банковский счет. И даже если что-то случается с сайтом, то деньги не подвергаются опасности, потому что на этом веб-сайте сейчас денег нет. В таком случае можно просто взять тот же самый сайт, открыть его в другой стране на следующий день, и всю информацию восстановить и, собственно, сайт разобновить работу. И вот это был, собственно, обзор того, как можно защитить деньги и не вовлекать в эту защиту третьи стороны. Ну, собственно, спасибо за внимание. Есть время для вопросов. Спасибо, Альберт. Давайте теперь мы постараемся задать вопросы. Пожалуйста, если кто-то поможет на английском задать. Продолжение следует... Нет, это трик, потому что... Я не платил за это, но... Вопрос сейчас в том, что если есть какая-то преподписанная транзакция от веб-сайта или конторы, которая представляет сервис второй подписи, и эта контора прямо подписывает транзакцию на случай какой-то emergency. Что происходит, если атаки будут контролировать email, который указан как email для отправки транзакции на случай emergency, и приватный ключ пользователя? Вопрос в том, что эта транзакция только идет в одной специальной адресе, что значит, что предупредить то, что это будет в рецепт, и это значит, что даже когда хэкер получает эту транзакцию, он только призывает это, но не может быть вреда к его адресе. Да, если он получает доступ к этому адресу, Если человек, который он пытается attack, то он может сделать это. Потому что он знает, что его деньги он хочет steal. Он должен иметь его private key. И он должен иметь его аккаунт. И я думаю, что многие люди не могут создать аккаунт для этого. Они просто используют их личные эмоции, я думаю. Нормально, average users. Но вы должны взять его адрес, например, хотя по моему, explicitатему информациентов. Instagram- binary, показывать прошедшие территории и eccенial. Поэтому, что субтитры для вас, у него, нет проблем с ней sinful всё-таки отчет. Потому что он имеет права líquoro. И taps в зим nossos cœur св Все- Doom U % или нет, нет ни разу них можно брать отсюда. Он необходимедине destационных автомобилей Думаю, да, мы можем дать комментарии. Вопрос заключался в том, если хакер получит доступ к почте и у него будет доступ к этой транзакции, он наверняка знает ваш личный ключ, но нет, так не получится, потому что этот... То есть вы можете запустить в принципе эту идеальную копию, но перенаправить ее невозможно. Соответственно, все под защитой. Давайте на английском не задавать. Давайте, мы будем на русском, да, и тогда переводить. Мы попробовали, не очень хорошо получилось. Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Ольга, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы отправили в самом начале зашифрованный ключ, правильно? Чтобы потом получить деньги. Мы должны этот ключ либо где-то хранить, и тогда у замужника есть возможность каким-то образом опять-таки это украсть. Или каким-то образом нам должны заново создать такой же аналогичный ключ, который даст возможность нам получить наши же деньги в общем. Добрый день. Собственно, мы не совсем отправляем этот ключ. Все, что происходит со стороны пользователя, это происходит в браузере на его сайте. Второй ключ, компания, предоставляющая услуги, он генерируется уже у компании. Соответственно, нет никакого пересечения этих двух ключей. Например, если кто-то steal свой ключ и получает доступ к вашему emailу, то система думает, что это вы, и это ваша ключ и ваша email. И что вы? Я имею в виду, что хакер может steal свой паспорт, и это когда компьютер будет компромизирована. И это почему мы имеем в том, что мы имеем в том, что мы имеем в том, что если кто-то steal свой паспорт. Они могут украсить пароль, но... Есть двухфакторная... Да, можно я сейчас объясню? Был первый вопрос, а был второй вопрос. Для чего нужна двухуровневая аутентификация? Первое, когда... Ну, на сайте на каком-то, они подтверждают только, куда мы можем отправить. Например, я отправляю данные, деньги вам. И, соответственно, если мы крадем ключ пользователя, то он просто может активировать эти данные, и деньги перейдут к тому пользователю, которому я их отделку передаю. Собственно, для этого и нужен двухуровневый. Ну, собственно, это то, о чем сейчас мы занимаемся. Да, ну, а одноуровневый, зачем тогда мы смотрели эту презентацию о секьюнити? Просто у нас есть многоуровней. СМС, данные потом на мобильных устройствах. Это просто многоуровневая защита. Вот и все. То есть, если он украдет твой ключ, без второго ключа он не сможет ничего сделать. Ну, я ответил? Да, ответил. Господа, я сейчас буду делать трест-классу по поводу автора ответить пассы. Приходите, и вы узнаете, почему это безопасно. Будет защищено. Это именно касается этих двух вопросов, которые я делал. В общем, ждем на двухфакторной авторизации. Есть ли еще вопросы? Какие протоколы цифровой подписи используют? Да, это все из Битко-технологии. То есть, это... Вы знаете, что только подписано на Биткоин. Это Биткоин. Это Биткоин-технологии. Это приватное и публика-технологии. Это не только подписано на Биткоин. Это протоколы Биткоина. Общего доступа и ключ личного доступа. Это... 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 Эллиптик-керва. Но, я имею в виду, это очень комплексно, как Биткоин протокол работает. Но, это... И, в общем, информацию об этом мы можем найти... Эээ... 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 Я приведу вопрос. Эээ... Зачем нам шифровать ключ, если любой человек, в принципе, любой злоумышленник может его расшифровать? Ээээ... 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 Эээээ... 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 Эээээээ... Продолжение следует... Если вы хотите ответить на ваш вопрос, вы можете, собственно, взглянуть на то, какую работу государство проделывает для того, чтобы вывезти наркотики из тюрьмы, для того, чтобы наркотики не попадали в тюрьму. Продолжение следует... Если вы хотите посмотреть еще какие-то вещи, у нас появились свежие мысли, да, то, куда смотреть, о чем посмотреть, почитать. Давайте поблагодарим Альберта за его представление. Спасибо. 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 Спасибо.